Пробный камень или глупая игра? Что говорят эксперты об отправке натовских войск в Украину? На Западе продолжают раскручивать тему с возможной отправкой натовских военных в Украину. Ряд европейских стран заявили, что не намерены направлять свои войска для участия в украинском конфликте. Тем не менее, дискуссии по этому поводу продолжаются. Издание «Политика» сообщило, что Франция собирает альянс государств, которые могли бы послать войска в Украину. При этом Париж нашел единомышленников среди стран Балтии. Не отстает и соседняя Польша. Глава польского МИД Родослав Сикорский на днях заявил, что присутствие западных войск в Украине не является чем-то немыслимым. Более того, по его словам, некоторые страны НАТО уже направили своих военных в Украину. Что говорят эксперты о планах Парижа, роли Варшавы и интересах США? Рассказываем в обзоре Белта. Французы не будут умирать за Украину, а литовцы. О размышлениях Запада касательно отправки войск в Украину в конце февраля сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фитца. Он отмечал, что отправка войск возможна между странами Альянса и Украины на основе двухсторонних соглашений. При этом премьер сказал, что его страна ни в коем разе не отправит своих солдат в Украину. Вскоре слова Фитца получили подтверждение. 26 февраля на конференции в Париже французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что на Западе рассматривается возможность отправки войск в Украину. Однако, по его словам, консенсуса в этом вопросе пока нет. Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя, заявил Макрон. Он добавил, что Запад намерен предложить все усилия, чтобы Россия не смогла выйти победителем из нынешнего конфликта. Заявление Макрона об отправке сухопутных войск в Украину вызвало резонанс. Ряд европейских лидеров заявили, что исключают подобный сценарий развития событий, поскольку это чревато эскалацией конфликта и грозит прямым столкновением с Россией. Позже Макрону пришлось пояснить свои слова о возможной отправке войск. «Не исключать чего-то не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться», ведь Ивата прокомментировал французский президент. Об отсутствии планов отправить военных в Украину также заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По его словам, французы не будут умирать за Украину. Однако 8 марта издание «Политика» сообщило, что Франция уже собирает альянс государств, которые могли бы послать войска в Украину. «Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих в Украину и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином», – писала газета. По данным издания, Сежурне 8 марта посетил Вильнюс, где встретился со своими коллегами из Литвы и Украины. Во время встречи Сежурне обсудил возможность направить в Украину войска стран НАТО, которые якобы будут участвовать в разминировании. Политика отмечает, что большинство европейских стран, в том числе Германия, заявили об отсутствии планов отправки войск в Украину. Однако страны Балтии открыты для этой идеи. Параллельно с этим об отправке войск в Украину высказался глава польского МИД Радослав Сикорский. Он заявил, что присутствие западных войск в Украине не является чем-то немыслимым. Дипломат также отметил, что ценит соответствующую инициативу Макрона. Сикорский также сообщил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных в Украину. О каких странах идет речь, Сикорский не сказал. Слова главы МИД Польши прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дальше скрывать это они уже не могли, отметила дипломат. В том же духе высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У наших соответствующих служб уже давно была информация о том, что так или иначе люди, которые называют себя и советниками, и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины», сказал Песков. Эскалация или пиар? Чем руководствуется Франция? В экспертном сообществе сегодня можно услышать разные мнения касательно идей об участии натовских военных в украинском конфликте. Кто-то видит в этом блеф и попытку Запада прощупать почву, кто-то считает, что эскалация выходит на новый уровень. Профессор дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров считает, что Франция нацелена на эскалацию конфликта в Украине вплоть до прямого столкновения своих сил с российскими. Президент Франции Макрон настойчиво продолжает свою линию на втягивание ряда стран ЕС в военные действия. «Заявление Сижурне о каких-то инженерно-саперных войсках и разминировании является прикрытием и попыткой ввести общественность Франции в заблуждение. Как всегда, такие проекты начинаются с малого, а потом это разовьется в участие боевых частей и соединений на территории Украины», заявил эксперт в беседе с РТ. «Следует больше обращать внимание не на те страны, которые выступили против предложения Макрона, а на те, которые его разделяют. Если Россия не предпримет решительных действий по недопущению участия этих стран в действиях в Украине, мы столкнемся с ними в зоне спецопераций. Нужно сделать все необходимое, чтобы этого не произошло», — сказал политолог. Характер и тон последних заявлений Макрона говорят о том, что некоторые группы внутри Западного блока готовы пойти на все, чтобы предотвратить разрешение ситуации в Украине в пользу России», — подчеркнул Винокуров. «Они не могут проиграть это сражение, так как это будет означать удар по однополярному миру Запада и фактическое начало демонтажа НАТО и Европейского Союза в будущем. Поэтому по мере того, как спецоперация движется к своему завершению, позиция и риторика Запада будут приобретать все более острый характер. На кону стоит вопрос будущего мироустройства и будущего Европы», — констатировал эксперт. В то же время политолог Дмитрий Евстафьев считает инициативу Франции создать альянс для отправки войск в Украину политической заявкой Макрона. «Макрон говорит о том, что он собирается создать такую коалицию, причем говорит крайне непоследовательно, периодически откатывая назад, потом опять возвращаясь к этому вопросу. Поэтому в действительности для Макрона все это является не более чем неким пиар-процессом», — отметил эксперт в беседе с известиями. По его словам, на сегодняшний день относительно понятную и однозначную поддержку идеи Макрона о создании коалиции вне НАТО для военно-силовых операций на территории Украины высказали страны Балтии. При этом Евстафьев отметил, что выразить свою готовность по созданию альянса могут Бельгия и Нидерланды. Также политолог считает, что главной проблемой этой коалиции является отсутствие собственной логистики и собственных разведывательных возможностей, поэтому им придется договариваться с США. Предложение Макрона сопряжено с очень большим количеством организационных сложностей, и пока я все-таки его рассматриваю как исключительно такую политическую заявку, резюмировал Евстафьев. Фарватере Парижа. Какую роль играет Варшава? Польша и Франция могут попытаться создать в Украине буферное государство. Такое мнение в беседе с российским изданием «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремедловский. В данном случае Родослав Сикорский выступает как глава МИД Франции, а не Польши, потому что именно президент Франции Эммануэль Макрон не только озвучил инициативу о возможности отправить западный контингент в Украину, но несколько раз подтвердил, что не отказывается от своих слов. «Сикорский следует в фарватере Парижа», считает политолог. Эксперт также обратил внимание, что мнение Киева касательно возможности введения западных войск вообще не спрашивали. «При всех разговорах о вводе западных войск в Украину мы не услышали ни от Макрона, ни от Сикорского, собираются ли они в таком случае получать согласие украинских властей. То есть фактически киевский режим выведен Сикорским и Макроном из правового поля. Такое бывает, когда страна распадается, или политический режим терпит полный крах», – подчеркнул Стремедловский. Политолог не исключил, что в итоге речь может идти об отправке в Украину польско-французского контингента. «Польше, как соседа Украины, достаточно перейти границу, а Франция может обеспечить тыловое прикрытие в Европейском Союзе», – предположил Стремедловский. «Более того, если решение о вводе натовских войск в Украину все-таки будет принято, то появится буферное государство на части территорий Галиции и Западной Украины. Есть интересный нюанс – будут ли Париж и Варшава вести консультации. Ведь если вводить войска, то есть момент потенциального боевого столкновения с российской армией. И тут сценарий Третьей мировой войны, о котором мы слышим в последние дни, станет более реальным», – подытожил эксперт. «Это элементарная провокация. Альянс блефует?» Разговоры о сосредоточении вооруженных сил НАТО в Украине – элементарная провокация. Их командование уже показало свою неэффективность, несмотря на активное присутствие в регионе до этого. Об этом в беседе с «Известиями» заявил кандидат исторических наук военный эксперт Вадим Мингалев. По его словам, в первую очередь офицеры и солдаты Североатлантического альянса работают на испытательных полигонах, так как использование любого вооружения, применяемого в Украине, требует четкого инструктажа. Сотрудники Блока отвечают за свою технику и оружие, чтобы оно было более точно и эффективно, чтобы использовалось по назначению и не было распродано в связи с коррупцией в стране. Второе. Руководят непосредственно военными операциями отнюдь не украинские военачальники, а НАТОвские. И провал так называемого контрнаступления Украины – это в первую очередь провал стратегического руководства непосредственно НАТО, подчеркнул военный эксперт. Кроме того, он отметил, что сейчас в регионе находятся силы специального реагирования практически всего НАТО, включая США. При этом ключевой момент в том, уверен Мингалев, что несмотря на военную поддержку Киева, по факту альянс, даже находясь в Украине, ничего не может сделать, а терпит поражение одно за другим. «Разговоры о том, что якобы сосредотачивается и готовится так называемый определенный контингент вооруженных сил НАТО, который может прийти на помощь Украине, на самом деле это элементарная провокация», – заключил он. «Территориальные притязания. Когда НАТО может ввести войска?» «Присутствие солдат НАТО в Украине, проявление территориальных претензий Североатлантического альянса, афиширование этого факта, желание посмотреть на реакцию России». Таким мнением поделился с известиями руководитель кафедры психофизиологических исследований Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, военный эксперт, полковник Андрей Приспешкин. По его словам, страны НАТО присматриваются к возможностям вооруженных сил Российской Федерации и вероятному ответу на территориальные претензии Запада. «Все прекрасно понимают, что проект Украина остался надолго. Что с этим делать потом? Давать территории, в которые они вложили деньги, им не хочется. Что они с этого могут получить?» «Если говорить о Польше, то это желание Львова и других западных территорий Украины», – отметил эксперт. Он добавил, что подобные притязания есть и у Румынии, и с Венгрией. Также он подчеркнул, что военные НАТО остаются в тылу и занимаются обслуживанием сложной западной техники вроде систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, во время активной фазы конфликта НАТО не станет отправлять своих военных в Украину. «Натовские войска зайдут туда, когда будет решаться вопрос о ликвидации украинского государства как такового», – считает аналитик. «Они оккупируют оставшиеся территории и поделят их между Польшей, Венгрией, Румынией и остальными заинтересованными. От Макрона здесь ничего не зависит, он просто решил вбросить провокационные заявления, чтобы присвоить лавры жесткого и готового дать отпор России лидера, поскольку ничем позитивным на посту президента Франции он не отметился», – выразил свое мнение военный обозреватель в разговоре с Russia Today. «Пробный камень из Вашингтона или глупая игра Парижа?» Мнения разделились. Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин полагает, что устами Макрона и Франции дискуссия об отправке европейских военных в Украину открыли США. «Это некий пробный камень из Вашингтона с целью посмотреть на реакцию европейских государств на вопрос прямого участия или неучастия в украинском конфликте. Дискуссия открылась. Сейчас все дают свои ответы, формируются коалиции «за» и «против». По итогам этой дискуссии уже стоит ожидать от НАТО дальнейших действий», – пояснил политолог в разговоре с Russia Today. «При этом призванные снизить градус эскалации заявления о том, что французы якобы будут заниматься разминированием, являются несостоятельными, их сложно воспринимать всерьез», – добавил Кошкин. «Если это разминирование будет проводиться в интересах мирной жизни, то зачем этим заниматься сейчас, когда не завершен сам конфликт? Если же в военных интересах, то это никак не меняет сути интервенции. Это очень противоречивое заявление. А весь дискурс вокруг этого вопроса несостоятельный», – считает эксперт. «В ближайшей перспективе эта тема будет подниматься теми или иными политиками на Западе, пока по ней не будет достигнут окончательный консенсус», – считает Кошкин. «Будет идти процесс постоянного обсуждения. Посылать или не посылать. Если посылать, то кого, с какой целью, куда. Может быть, дойдут до каких-то военных инструкторов, которые, правда, и так там уже есть, но теперь их раскроют. Однако потенциальные решения в этом вопросе будут приниматься после ноября 2024 года, когда в США в результате выборов сменится или продолжится президентская администрация, которая будет окончательно решать за всех европейцев», – заключил эксперт. В то же время отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер считает, что провокационные заявления об отправке войск в Украину – это попытка Макрона втянуть США в войну с Россией. Это его глупая игра. Во-первых, Франция не располагает достаточной военной силой для развертывания чем-либо значимым для Украины. Таким образом, Франции понадобится помощь других стран НАТО, которые хотели бы направить войска. Что произойдет, когда они вступят в бой с Россией? Что произойдет, когда Россия уничтожит эти войска? Затем Франция закричит НАТО, приходи к нам на помощь, заявил Риттер в интервью РИА Новости. По его словам, такие действия Франции создадут ловушку для Вашингтона, который будет вынужден прийти на помощь своим союзникам по НАТО. «Мы не можем этого допустить. Мы не можем допустить возникновения ситуации, когда европейский лидер принимает решения, которые в конечном итоге приведут к тому, что США вступят в войну с Россией», – резюмировал эксперт.